Музыка Перед вами банановая кожура, настоянная 3 дня. Выглядит раствор вот так. И в одном из комментариев мне написали, после того, как обработала таким раствором, появились мошки. Если внимательно присмотреться, раствор мутный. Видите, там очень много мелкой фракции. Вся эта мелкая фракция как раз и дает гниение на грунте. В результате там заводятся мошки. Необходимо процеживать. Ни в коем случае нельзя просто так разбавлять этот раствор. Процеживать можно раз, два раза, пока не уйдет вся эта взвесь. После того, как сливается вся вода, я вот это отправляю в огород. В свои бочки для удобрений. Там еще много полезного. А этот раствор, посмотрите, там очень много взвеси, хотя был процежен. Поэтому необходимо процедить еще раз. Вот так вот выглядит дважды процеженный раствор. Здесь примерно 600 миллиграмм. Значит, надо умножить на 5. И составляем пропорцию. Если на пол-литра раствора умножить на 5 будет 2,5 литра, то 5 и 6 – 30. Значит, вот этот весь раствор на 3 литра воды. И проливаем. Тогда ни плесень не будет образовываться на почве. И растения вам будут благодарны. И мошка не будет заводиться. Вот это очень важно. Возможно, из-за того, что не был процежен раствор, как раз произошло закисание почвы. Вот так выглядит разбавленный раствор. Поливать раз в месяц таким раствором чаще не надо. И банановая кожура может настаиваться 2-3 дня, но не больше. Потом происходит закисание. Лучше потом выбросить и нарезать новую кожуру. Возможно, информация пригодится новичкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова